Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ирины Меркурьева. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Во вторник на очередном планерном совещании мэр Анапы Сергей Сергеев поставил перед чиновниками задачи на неделю. Сотрудники администрации должны защищать права и интересы анапчан. Принцип работы администрации напомнил мэр Анапы Сергей Сергеев и распорядился оставить служебные автомобили, чтобы заместители мэра и начальники управления смогли оценить реальную обстановку в городе и увидеть город так, как видят его анапчане и гости курорта. «Это правило должно распространяться на все сферы – экономику, благоустройство, образование. Ответственные за каждое направление должны относиться к работе серьезно и вдумчиво», – призвал Сергей Сергеев участников планерки. Еще одно распоряжение – приводить город в порядок, начиная со спальных районов. Бордюры, тротуарную плитку менять, чистить и убирать постепенно к центру. И эта работа должна проходить без напоминаний и указаний от мэра Анапы. Простой вопрос экономии тоже потребовал детального рассмотрения. Хороший хозяин не будет платить лишние средства за перерасход энергии. Но не все хозяева в Анапе это понимают. Сергей Сергеев потребовал относиться с уважением к памяти и подвигам героев, привести в порядок мемориалы и прилегающие территории. В спальных районах, где это возможно, разбить парковые зеленые зоны, оставлять благоустройство города в таком состоянии, как оно сейчас – преступление. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов распорядился начать работу по ремонту перекрестков и бордюров в ближайшее время. До летнего сезона осталось три месяца, и к первому июня все работы по благоустройству должны быть завершены и поддерживаться по мере необходимости. А для этого необходимо каждый день контролировать санитарное состояние и порядок на улицах в центре курортной зоны и в спальных районах. Сергей Сергеев подчеркнул, все ответственные будут нести персональную ответственность за выполнение, и тем более за невыполненные поручения. Отметили отличную организацию патриотической работы. Об итогах доложил заместитель мэра Сергей Козлов. Анапчанам есть чем гордиться. За месяц провели 357 мероприятий в рамках военно-патриотического воспитания молодежи. И каждая беседа, праздник или встреча с ветеранами прошла на высоком уровне. На этой неделе пресекли самовольное строительство в двух районах города. У всех на виду в центре курортной Анапы предприниматель решил поставить шашлычную без оформления разрешения. И в микрорайоне напротив Южного рынка разгорелся конфликт из-за земельного участка. Специалисты предприятия «Зеленстрой» приехали, чтобы высадить деревья. У хозяина участка на землю были другие планы. Намеревался поставить коммерческий объект. Поддержали идею создания нового «Зеленого сквера» жителей микрорайона. В итоге победа на стороне справедливости и здравого смысла. Напротив Южного рынка высажены молодые деревья. Неразрешенных самовольно возведенных объектов не будет. Перевооружение и переоснащение – девиз предприятия «Коммунальщик» на этой рабочей неделе. Ставка не на количество, на качество работы за счет увеличения КПД уборочных машин. Компания по обслуживанию жилого сектора в городе и на селе намерена победить проблему переполненных мусорных площадок. На первый взгляд, иностранная уборочная машина уступает по объему отечественным аналогам. На самом деле, благодаря мощному прессу, этот коммунальный агрегат может за один рейс опустошить не один десяток мусорных контейнеров, ничуть не уступая КАМАЗу. И самое главное преимущество – время обработки одного контейнера. За 8 секунд умная техника прокидывает, уплотняет содержимое контейнера и возвращает его на место. Ранее для вывоза мусора коммунальщик привлекал специализированные предприятия, которые с задачей не всегда справлялись. И поскольку впереди курортный сезон, объемы вывозимых отходов резко увеличатся. Быстро и своевременно убирать и вывозить мусор с площадок, чтобы в городе было чисто – такую задачу поставили власти Анапы перед коммунальными службами города. Все контейнеры оснащены крышками, чтобы мусор при ветре не разлетался. Дело осталось за малым – приучить анапчан закрывать ее каждый раз. Мэр Анапы Сергей Сергеев распорядился обращать особое внимание на парковку автомобилей в предстоящем сезоне. Для борьбы со стихийными остановками на улицах, где она запрещена, по поручению мэра будет использоваться паркон, устройство которое устанавливается в патрульной машине дорожной полиции. Проезд вдоль стихийной парковки обернется для нарушителей штрафами. Данные о нарушителе автоматически попадают в краевую базу данных. Договориться с компьютером не получится. На комиссии, состоявшейся на этой неделе в администрации, решили ограничить движение по улице Краснодарской между Крымской и Горького, а улицу Горького сделать исключительно пешеходной. По инициативе Совета молодых депутатов в станице Анапской состоялось заседание круглого стола на тему о патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. В обсуждение приняли участие депутат Законодательного собрания края Николай Иванюшкин, молодые парламентарии, ветераны и молодежь. Предприятия санаторно-курортного комплекса проходят аттестацию. Специалисты квалификационной комиссии проверяют соответствие гостиниц международным нормам и присваивают категории и звезды. В условиях конкуренции многие гостиничные комплексы Анапы проходят классификацию для повышения своего рейтинга. Для любого туриста лишняя звезда – дополнительный стимул остановиться именно в этом отеле. Звезды предприятия – важный источник информации для потребителя. Когда гостиница классифицирована и имеет официально присвоенные звезды, то и уровень сервиса в ней соответствующий. Такой оценке доверяют туристы. В Анапе есть гостиницы, которые не проходят процедуру классификации и сами присваивают звезды. Например, гостиница Ной оценила себя на три звезды самостоятельно, нарушив законную систему. Классифицировано может быть любое средство размещения с пятью номерами и более, независимо от формы собственности объекта. Право на оценку имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели. Конечно, если соблюдены требования системы к одной из категорий звезд. Действующая сегодня система классификации гостиницы и других средств размещения – важный шаг для улучшения качества обслуживания в гостиницах. Кому необходима помощь в начале процедуры классификации, могут обратиться в управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации города и получить консультацию. Молодежь Анапы – законодатель мода на здоровый образ жизни. Активные, здоровые и спортивные студенты вузов Анапы приняли участие в легкоатлетическом пробеге. Акция прошла в поддержку Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Народное гуляние и блины на угощение. В воскресенье 3 марта на театральной площади Анапчане и гости курорта отпраздновали Масленицу. По старой русской традиции устроили бои и после попросили прощения друг у друга в прощенное воскресенье. С шутками да прибаутками, веселыми забавами и песнями Анапчане проводили зиму. На широком масленичном гулянии жители и гости города с удовольствием принимали участие в традиционных русских забавах. Перетягивали канат, мальчишки дрались в бою подушками, а самые смелые штурмовали ярмарочный столб. Кому-то добраться до заветного подарка так и не удалось, но были и те счастливчики, кто все-таки забрал свой приз. И, конечно, какая у Масленица без угощений? На праздники каждый смог попробовать вкуснейшие блины. Выбор богат – от простых блинчиков до ажурных из рисовой муки. В фестивале обрядовой казачьей кухни «Самый блинный блин» жюри из представителей администрации определила победителей среди предприятий общественного питания, санаторно-курортного комплекса, куриней сельских округов и отусов. Помимо блинов, участники подготовили праздничное представление. На Масленицу работала ярмарка сельхозпродукции, меда и кондитерских изделий. Все участники получили подарки и благодарности в разных номинациях. Кульминацией народных гуляний стало традиционное сожжение чучела Масленицы. Сжига и его люди попрощались зимой и отметили приход весны. В Анапе прошел муниципальный этап конкурса «Педагог-психолог-2014». В финале профессиональное мастерство представили пять финалисток – пять лучших педагогов-психологов Анапы по результатам заочного тура. А победителем стала Татьяна Круглова – педагог-психолог коррекционной школы номер 27. Накануне 8 марта в школе номер 6 организовали праздник «Поклон вам, Матери России!» представители территориального органа самоуправления номер 25 и депутаты микрорайона пригласили на праздник вдов и матерей, героически погибших в боевых действиях анапчан. И смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Сколько стоит праздничный стол? Цены на продукты накануне праздника. В городском театре прошел большой праздник, посвященный женщинам. Подарки для любимых и выгодные предложения к празднику – от склада магазина «Мой Дадыр». И сейчас обо всем подробнее. В районе знаменитой 100-метровки в 12-м микрорайоне к празднику обновили сквер. После многочисленных жалоб жителей коммерсанты привели в порядок территорию. Надоевший всем забор убрали, посадили молодые деревья. 100-метровка названа так в народе еще и потому, что женщины выходят на эту короткую дистанцию купить все и сразу. Густонаселенная магазинами и магазинчиками территория, она и для шопинга хороша, и для прогулок одновременно. Поэтому, когда в самом центре ее, вдоль всей прогулочной зеленой зоны, вдруг вырос железный забор, возмущенные жители микрорайона пригласили на место телевидение. Ибо за забором уничтожили все взрослые деревья, высверли в стволах отверстия. В них заливали химикаты, добились своего, деревья засохли. А территорию захламили, и это место стало излюбленным для любителей выпить. Все деревья сухие, чем-то они уничтожили. Кошки дохлые валяются, вонь. И вот эта дверь была закрыта. Тут все было закрыто, загерметизировано. Пока у нас не было заборов здесь этих, у нас здесь был всегда порядок. Эта территория всегда убиралась. Как только поставили забор, у нас, оказывается, здесь получился самый настоящий притол. Здесь бабжи собираются, люди, как говорится, выпивки, детвора собираются, наркоманы здесь собираются. Эту территорию, вы посмотрите, никто ее не убирает. Люди возмущены, мы против строительства, тем более, это сквер зеленый. Мы сами выходили и садили это все. Люди сейчас согласны, вот если сухие деревья убрать, бобров пускай завозят нам новые деревья, и сейчас люди весной все засадят, опять будут у нас здесь сквер. Нужно для людей делать зону отдыха. Коммерсанты города не стали мириться с ситуацией, где у людей отхватили огромную территорию зеленой зоны, превратив ее в помойку. Забор накануне 8 марта снесли, вычистили от мусора лужайки, навели здесь порядок, высадили новые деревья. Благоустройство 100-метровки к началу курортного сезона продолжится. Никита Бойко, Станислав Фалько, Анапа-регион. И к другим темам. 8 марта повод пригласить гостей за праздничный стол. Пока в магазинах накануне праздника взвинчивают цены на продукты, фермеры даже в непогоду вышли со своей продукции на ярмарку. Цены на сельхозпродукты от местных производителей изучил Вадим Родин. Продукты только от местного производителя. Домашняя птица, например, всего 350 рублей. Не килограмм, а курица. Картофель, превосходящий по вкусовым качествам импортные аналоги, 26 рублей за килограмм. Морковь и свекла по 20 рублей. Огромный выбор солений. На любой вкус и цвет станет достойным украшением праздничного стола. Мужская закуска и дрёный хрен. В лучших традициях русской кухни. Каждая хозяйка знает, что у трецких, испанских и израильских продуктов нет такого аромата и вкуса, к которому мы привыкли с детства. Поэтому местные жители, знающие толк в качественных и вкусных продуктах, идут за покупками на ярмарки-привозы. В течение недели и на выходных ярмарки работают во всех микрорайонах города. Здесь всегда есть и свежая зелень, и рыба, и мясо, и фрукты, и овощи. 8 марта ярмарка будет работать на восточном рынке. Так что есть ещё время подготовиться к празднику. Вадим Родин, Анапа-регион. В четверг 6 марта в городском театре для анапчанок провели большой концерт. Женщин поздравили с наступающим праздником 8 марта. В городском театре собрались анапчанки разных возрастов и профессий. Такое количество очаровательных женщин зал театра собирает, как правило, в преддверии 8 марта. Праздничную программу для прекрасной половины человечества подготовили мужчины. Они пытались разобраться в вечном вопросе, чего хочет женщина. Юная ведущая Виктория раскрыла женский секрет. Вот вы все думаете, что женщина хочет красивую шубу? Кто так думает? Ну вы, мужчины, новую сумку, красную машину, тигровую зонтик, поездку в Египет, да? Вы же так думаете? Ну, как бы... Да как вы не поймете? Нет, она хочет женщина. Любовь, она хочет, любовь! В песнях и танцах выражали свою любовь к матерям, сестрам и бабушкам творческие коллективы Анапы. В зале аплодировали каждому номеру. Мэр Анапы Сергей Сергеев поздравил всех женщин с Международным женским днем. Все, что делается в мире, все, что делается доброго, светлого, конечно же, это делается ради жизни. Жизнь даете вы, милые женщины. Поздравляю вас с этим праздником. Я хочу, чтобы каждый вашей семье был милым и добрым, чтобы ваши близкие приносили вам только положительные эмоции, чтобы вы с удовольствием жили, с удовольствием, если вы хотите, трудились, и чтобы все это приносило вам удовольствие и хорошую заработную кладу. С праздником! С вам хорошим! В завершении концерта женщин ждал еще один сюрприз. По приглашению главы курорта для анапчанок выступила группа «Ярахмель». Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. Дарите любимым полезные подарки. Практичные, интересные, необычные и очень нужные вещи в одном магазине «Мой Дадыр». Мы составили рейтинг самых популярных товаров. На первом месте в качестве полезных подарков – средства личной гигиены мировых брендов и отечественных производителей на натуральном сырье. Знаменитые наборы лечебной косметики белорусских фирм, средства для ухода за кожей лица, рук, для здоровья и красоты волос, для изменения имиджа и просто для создания праздничного настроения. Почетное место занимают подарки практичные и приятные мелочи. Создание уюта зависит от мелочей – в кафе, ресторане, на предприятии, в гостиничном номере и дома. Все, что способно создать уют и подчеркнуть праздничную атмосферу, есть на складе «Мой Дадыр». Хозяева крупных гостиничных комплексов и санаториев «Анапы» давно сотрудничают со складом-магазином. Постоянные клиенты ценят качество обслуживания, порядочность в сделках и отмечают несомненную выгоду сотрудничества. В «Мой Дадыре» покупать выгодно – самые низкие цены на товары здесь. Магазин сотрудничает с производителями напрямую, а значит, нет лишних накруток на цены. Постоянным клиентам предоставляют большие скидки. Покупки оптовиков доставляют по адресу. Профессиональные средства для уборки и чистки поверхностей кухни и необходимость для кафе и ресторанов. Профессиональная линейка «Флориаль» – находка для анапчан, имеющих свой бизнес. Российская разработка по качеству превосходит знаменитые мировые марки, а стоит значительно дешевле. Плюс концентрированные средства расходуются значительно меньше. Выгода в цене и в качестве. Для санаториев, гостиниц и кафе – средства личной гигиены. От мини-версий в разовых упаковках до больших объемов. Порошок, чистящее средство, моющее, направленного действия. Для стекол, ковров, стен, полов и специальной бытовой техники. Уникальное предложение – обеспечение гостиниц и отелей продукцией минимальными партиями. Майдадыр – поставщик товаров для комплексного обеспечения гостиниц, оздоровительных учреждений, домов отдыха и пансионатов. Действует система наличного и безналичного расчета. Незаменимые товары для ежедневного использования в быту и на производстве на складе-магазине «Майдадыр» на улице Астраханской, 98, телефон 61-481. Коллектив склада-магазина «Майдадыр» поздравляет всех женщин с 8 марта. Анапчане снова в авангарде. Два анапских спортсмена, воспитанники Центра боевых искусств «Белый дракон» взяли серебро и бронзу на турнире Южного федерального округа по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие 350 юных спортсменов из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия. От Анапы в составе сборной Кубани выступали два брата – Аганес и Эдуард Авсипян. Аганес занял второе место, проведя блестящий поединок длительностью всего 32 секунды. Короткая атака и болевой прием вывел спортсмена на вторую ступень пьедестала. Эдуард уступил противнику, взяв бронзовую медаль. Вообще, команда Краснодарского края по уровню подготовки сильно отличалась от остальных регионов. Об этом говорит командный зачет. Кубанцы завоевали 16 медалей в общем зачете. Больше всех остальных команд. Вадим Родин, Анапа-регион. Телерадиокомпания «Анапа-регион» объявляет новый набор участников в детский проект «Стих на табуретке». В новом проекте две номинации. Стихотворение на тему «Моя мама» и «Мой папа». Разучите с ребенком стихотворение, не более двухчетверостишей, о маме или о папе. Запишите выступление малыша на видео и пришлите на почту anaparegionsobaka.gmail.com. В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество участника, возраст, данные одного из родителей и контактный телефон. В проекте участвуют дети до 10 лет. Все работы будут размещены на сайте anaparegion.ru, а также в эфире канала РЕН-ТВ «Анапа-регион». Прием заявок до 26 марта. Итоги конкурса будут размещены на нашем сайте anaparegion.ru. Победители обеих номинаций «Моя мама» и «Мой папа» получат в подарок планшетные компьютеры. Папа главный, папа сильный, папа знает, что на свете. Потому что папа может все, чего желают дети. Можут стать ваше мальчей. Или ежиком из леса. Потому что папа любит все, что детям интересно. Участвуй в конкурсе «Стих на табуретке». Придумай стихотворение про папу. Пришли на почту anaparegionsobaka.gmail.com и выиграя планшетный компьютер. Подробности на сайте anaparegion.ru. Мама, мамочка, мамуля. Главное для деток слово. Каждый знает то, что мама. Это круто. Это клево. Мама никогда не против. Мама нас всегда загреет. Потому что не любить нас мама просто не умеет. Все, давай мне книга. Участвуй в конкурсе «Стих на табуретке». Придумай стихотворение про любимую маму. Пришли на почту anaparegionsobaka.gmail.com и выиграя планшетный компьютер. Подробности на сайте anaparegion.ru. И на сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Международный женский день в Анапе будет солнечным и теплым. Температура воздуха днем 8-10, ночью до плюс 5 градусов по Цельсию. Ветер восточный 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 760 мм ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 8 градусов тепла. В воскресенье 9 марта в Анапе будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 7-9, ночью около 5 градусов по Цельсию. Ветер переменный – 4-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 760 мм ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 8 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А мы еще раз поздравляем всех женщин с праздником весны, желаем благополучия и весеннего настроения. Будьте счастливы и любимы. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова